Вчера в 23.50 детской многопрофильной больнице номер 9 Екатеринбурга неожиданно погас свет. Клиника, как в блокадные годы, зажгла свечи в палатах. Но самое ужасное, в реанимации были дети, судьба которых напрямую, буквально, проводами была связана с аппаратами поддержания жизнедеятельности. А эти спасительные приборы без электричества никак не работают. Электрики обещали вернуть свет в больницу через час. Врачи понимали, это слишком долгий срок. И детей срочно развезли на автомобилях скорой помощи по другим больницам. Жуткое зрелище. Ночь, свечи, поспешная эвакуация. Двух детей отправили в областную детскую больницу, в четвертую детскую больницу. И планируется еще одного ребенка отправить в 14 больниц. В течение часа предполагается, что будет устранена авария. Ожидание при свечах продлилось дольше предполагаемого. Не час, а два. Энергетический сбой произошел на подстанции Дальняя. Очень крупной подстанции, питающей электричеством не только ДМБ-9, но и пансионат для престарелых, а также пять заводов. Каких именно, сейчас уточняется. Сигнал о конце света поступил диспетчером Дальней подстанции в полночь. Точнее, три минуты первого. На ликвидацию ЧП выезжали самые главные, самые продвинутые электрики и ремонтники. Сегодня с причинами сбоя разбирается спецкомиссия. Что же касается детской больницы? Энергетики утверждают, что это потребитель первой категории, который должен иметь аварийное энергопитание. Запасной энергоблок, даже два. Один для подстраховки. Но из-за нехватки денег больницы Екатеринбурга экономят на этом. Сегодня ночью это едва не обернулось большой бедой. Ближе к вечеру стали известные заводы на старой сертифировке, оставшиеся ночью без света. И причина, по которой на подстанции Дальняя вышел из строя трансформатор. Причина более чем банальная – изношенность электрооборудования. Подстанция Дальняя верой и правдой прослужила 40 лет. А что до заводов, оставшихся ночью без электричества, конец света настиг Екатеринбургский вин-шампань-комбинат. Уралкабель, завод гипсовых изделий. Уралтехгаз, комбинат гипсовых и теплоизоляционных изделий. А также Кока-Кола Боттлерс. В 2 часа ночи электрики пустили ток по запасной линии.